Сама сказала покрасивее одеться, я ей одел. Мать, поступил? А я говорила, а я говорила. Как тут вообще ходить-то? Считанные дни до окончания сотого юбилейного сезона в Краевом театре драмы. А завершится он парадом премьер. Завтра у зрителей еще есть шанс попасть на спектакль, с которого и началась история театра драмы в ноябре 1921 года. Я не знаю ни одной ноты, господа. Разве вы не видите, она помешана? Несколько показов самых популярных спектаклей пройдет в июне, но уже вне сезона. Затем гастроли в Краснодаре. Для Крифеев театра за плечами еще один год творчества, а вот для молодых актеров, кто пришел на сцену сразу после института, это еще один год упорной работы над собой и экспериментов. Была сказка новогодняя «Пеппи – длинный чулок». Я не помню, там был момент, пришла бумага с назначением на роли. Я смотрю, у меня там роль господин Нильсона, я не помню, кто это такой. Я давай смотреть в интернете, думаю, ну может там какой-то плохой злодей, там какой-нибудь самый главный. Смотрю, это обезьянка, я думаю, о, пластическая роль, офигенно. Мне кажется, ну я не знаю, мне как молодому артисту это вообще в кайф. 17 июня премьера из спектакля «Человек-амфибия» завершится творческий сезон в музыкальном театре. Здесь, к слову, готовятся уже к открытию нового сезона. В сентябре зрители увидят постановку «Хан Алтай», которая, по словам руководства театра, станет мировой премьерой. Такого названия не было, это новое название, то есть специально для нас сейчас пишется авторами пьеса, то есть история пишется, ее не было нигде, это нигде, это ни в книге, нигде, эта история пишется именно специально об Алтайском крае, об Горном Алтае, о Хане Алтая. Преобразился музыкальный театр и внешний ремонт фасада и благоустройство прилегающей территории обошлось в 30 миллионов рублей. Средства выделили из краевого бюджета. А это уже молодежный театр. Одно из главных событий здесь произошло в декабре. Театр вошел в список победителей грантового конкурса программы поддержки людей с нарушением зрения. И теперь ряд спектаклей будет сопровождаться тифлокомментариями, речевым описанием того, что происходит на сцене. Для зрителей с нарушением зрения адаптировали несколько постановок «Вандербой», «Крахмальная 92» и «Временно недоступен». Пока что мы не создаем спектакль для слабовидящих, мы пока адаптируем обычные спектакли для людей, которые не могут, к сожалению, видеть. Поэтому в зале у нас будут как и обычные среднестатистические зрители, так и люди с определенными проблемами со здоровьем. Закроет сезон молодежный театр Алтая 22 июня. Премьера спектакля «Марьи на поле» Ирины Астафьевой. Героини, 300-летней жительницы вымершей деревни отправляются встречать мужей на железнодорожную станцию, откуда в 41-м проводили их на войну. А 25 июня на время закроет свои двери для зрителей и кукольный театр «Сказка». Этот сезон им запомнился, прежде всего, переездом в новое здание. Мы рождены на свет, чтобы везде ходить и ничего не делать. Есть и другой повод для гордости. Премьера уходящего сезона спектакль для взрослого зрителя Паша был приглашен на фестиваль в Губернский театр Москвы, а исполнители стали лучшим актерским ансамблем. Так что отдыхать театром можно уходить с чистой совестью и планами на новый сезон. Анна Рашагирова, Дмитрий Денисов. День с толком.